Я понимаю, что это не первый доклад по неодевантой химиотерапии перед радикальной цистектомией и результатом цистектомии вообще в принципе, но цифры очень разнятся. Вот то, что я слышал, меня Ринат Иватулаевич, например, очень удивил, 100% в коммунарской больнице, 100% пациентов проводится неодевантная химиотерапия. К сожалению, мы не можем этим похвастаться, будем, наверное, стремиться сейчас еще в кулуарах. Если время сэкономим, позадаем вопросы Владимира Петровича, Вагифа Хакмедовича. Очень интересно узнать, какие у них цифры. Ну, вот статистика примерно такая. По мышечному раку мочевого пузыря, стандарт лечения, неодевантная химиотерапия, что проводится радикальная цистектомия 40-60% пятилетней выживаемости. Работы одни из последних, которые показывают эффективность неодевантной химиотерапии, метаанализ 2020 года. Здесь не переведена работа Коры Стенберг 20-летней давности, с которой вообще началось изучение неодевантной химиотерапии. И вот эти самые 5-8% улучшения общей выживаемости показаны. Общей выживаемости мы не говорим о частоте полного ответа, о частоте снижения стадии по сравнению с клинической стадией. А эти работы показывают, что до 50%, 50% ДОС ДЭНСМВАК показывает частоту полного ответа. Представляете, 50% это те пациенты, каждый второй пациент, у которого однозначно встает вопрос, а надо ли вообще дальше оперировать, надо ли лечиться. Там есть еще некоторые организационные моменты, что мне, например, тоже было бы интересно услышать ваше мнение. Как квоты вы оформляете этим пациентам, у нас возникают проблемы. Мы проводим неодевантную химиотерапию, и затем нам надо оформить протокол на лечение этих больных, и тут возникают сложности. Это второй вопрос. А гемцитабинцисплатин, который у нас у всех процентов применяется, частота полного ответа достигает 25% и снижение стадии по сравнению с клинической стадией 40%. Готовы представить данные рекомендации Европейской ассоциации урологов, национальные рекомендации о проведении неодевантной химиотерапии, о том, что это повышает и общую выживаемость, и частоту полного ответа при ее проведении. Цель нашего исследования была оценить, учитывая, опять же, такие противоречивые данные, одни говорят одну цифру, другие говорят вторую цифру, что в итоге, что у нас получилось. За два года, 2021-2022 год, у нас в отделении выполнено 45 лапароскопических радикальных цистектомий. Дизайн исследования. 45 пациентов, чуть больше, чем половине этих пациентов, не проводилась неодевантная химиотерапия. 45% больных, 20% она проводилась. Причины отказа. Отдаленные регионы, сложность с проведением неодевантной терапии. Пациент после нашей консультации о рекомендации проведения химиотерапии приезжает с формулировкой «это опасно, это чревато проблемами» и прочее. Думаю, никому не надо объяснять. Это проблема, которая должна обсуждаться на более высоком уровне, чем эта дискуссионная клуб. И клиренс кариатинина, то есть невозможность проведения неодевантной терапии с применением цисплатина. Часто, хочу это подчеркнуть, проводится химиотерапия в неодевантном режиме с применением карбоплотина, но карбоплотин не одобрен к применению в неодевантном режиме. Я не знаю, почему это проводится, это тоже нужно как-то озвучивать, афишировать, но эти больные приходят. Ни одного ответа, в лучшем случае стабилизация, но ни одного частичного ответа, тем более полного ответа на карбоплотине я лично не видел за эти два года точно. Большинство пациентов мужчины, тут тоже этого касаться не будем, итого всем пациентам проводилась неодевантная химиотерапия под схемой гемицитабинцисплатин. 11 больным было проведено 3 цикла химиотерапии, 6 пациентам 4 цикла, 3 пациентам не более 2 цикла. Таким образом, по существующим на сегодня рекомендациям, 17 пациентам проведен полный цикл неодевантной химиотерапии. Как изменилась клиническая стадия? Ну, то есть, условно, да, клиническая, то есть, в которой стадировались пациенты до выполнения радикальной стектомии, до проведения неодевантной химиотерапии, почти 12% имело местный распространенный процесс, локализованный мышечный инвазивный рак имело более 50% пациентов, причем многие из них почти 50% с подозрением на поражение регионарных лимфатических узлов. В итоге, после проведения неодевантной химиотерапии, 60% пациентов имело мышечный инвазивный процесс без поражения регионарных лимфатических узлов, то есть, эффект для занижения стадии при проведении неодевантной химиотерапии значимый и существенный. Патоморфологическая стадия после выполнения радикальной цистектомии, повышение стадии имело 17,5% пациентов. Степень лечебного патоморфоза по Миллер-Пейну, не буду объяснять, что это такое, довольно такая непростая отдельная тема, наверное, заслуживающая отдельного доклада, причем для рака мочевого пузыря в отдельности, первая, вторая, третья, четвертая и пятая степень. Пятая степень лечебного патоморфоза – это полный ответ, то есть отсутствие опухоли в удаленном препарате, 43%. Вот, собственно, такой разговор мы после проведения этой терапии и имели с пациентами. Нормальный вопрос, а может, не надо было вообще удалять мочевой пузырь, выводить стом, вот это вот все, вот эти 5 часов в положении Тренделенбурга. Ну, я думаю, что сомнений ни у кого не осталось, потому что я сейчас покажу следующую стадию. Да, у тех пациентов, которые получили полный регресс, 100% общая выживаемость, безрецидивная выживаемость также 100%, у тех, кто получил частичный регресс, то есть не получено полного ответа, эта цифра значительно меньше, и уже через 10 месяцев после операции рецидив развивается у примерно половины пациентов. Они, конечно, получают дальнейшее лечение, но это уже, как говорится, не то. Собственно, наверное, это и самый значимый слайд, самые значимые цифры, и которые приводят к выводу о том, что изменение стадии в меньшую сторону после проведения неодъювантной химиотерапии наблюдается у 2-3 пациентов. И для получения большей достоверности результатов, а также оценки влияния неодъювантной химиотерапии на общую безрецидивную выживаемость, конечно же, требуются долгосрочные исследования. Мы будем продолжать накапливать свой опыт. Таких больных не становится меньше, к сожалению. И вопрос о проведении неодъювантной химиотерапии не перестаёт быть актуальным. Я уложился. Точка. Секунду-секунду. Спасибо. Спасибо большое. Тоже у меня в комментариях к вашему докладу те же комментарии. Вот если вы исключите пациентов, которые 1-2 курса получили, или карбоплодин, цифры тоже совершенно другие будут. А мы их исключили, ну в смысле мы их не исключили, мы их перевели в анализ, но основной анализ 17 пациентов, которые получили полный курс, 11 пациентов. Я так и не понял. У вас в одном слайде не было, Т0 не было указано, а вот потом откуда-то вылез Т0, полный ответ. Всё же был? Частота полных ответов? Какую в вашем материале? Конечно. А сколько? При проведении 3-4 циклов, согласно рекомендации, 43% полного ответа. Спасибо большое. Спасибо.